Шумстройки Проверяющие оказываются в тупиковой ситуации. Переговоры вести никто, естественно, не хочет. А сама стройплощадка стала неприступной крепостью. Они оборонительную такую позицию занимают и ждут, когда мы уедем. Естественно, мы весь день находиться на стройке, установив тут какой-то пост, не можем. Это и вообще противоречит нормам закона. Но в то же время уезжаем, через какое-то время приезжаем, опять идет строительство полным ходом. Администрация города подала иск о сносе объекта. Разбирательство идет, запрет на строительство выдан, участок арестован. Но все это не мешает застройщику продолжать возведение дома. И таких объектов в Сочи много, только в Центральном районе 72. Зачастую речь идет не только о превышении этажности, но и о законности всей стройки вообще. Кроме того, пока суд разбирается с лишними этажами, квартиры в этих домах могут быть проданы. И перед представителями закона станет дилемма снести и обеспечить появление очередной партии обманутых дольщиков или оставить. Тем самым дать повод остальным застройщикам рассчитывать на беззаконность. Аналогичная ситуация почти со всеми самоволками. Но некоторые застройщики решают все же не играть с огнем и добровольно прекращать застройку. Строительные работы на этом объекте по переулку Теневой были остановлены в сентябре по правилам землепользования и застройки. Здесь должны были быть три отдельно стоящих индивидуальных жилых дома. Но застройщик возвел блокированный трехсекционный многоквартирный дом. Кроме того, была не соблюдена и этажность, а значит и высота здания, которая должна быть не более 12 метров. Сейчас суд рассматривает дело о сносе двух нелегально возведенных этажей. Судьба этой постройки станет известна не раньше следующего года. В Сочи проблема с самостроями стоит действительно острой. И этому есть причины. Во-первых, город пережил строительный бум и желающих обзавестись недвижимостью на курорте в разы больше, чем, например, в средней полосе России. Во-вторых, есть существенные недоработки в законодательстве, которые не позволяют сразу пресечь незаконную стройку. Предложение о ведении уголовной ответственности в стадии рассмотрения. В Сочи внедряется и новая практика. Самовольные застройщики попадают под арест до 15 суток. Если в прошлом году у нас было порядка 2000 исков в суд о сносе самовольных, из них более 300 – это были иски в отношении крупных объектов, свыше трех этажей, то в этом году у нас за весь год порядка 150 исковых заявлений передано в суды о сносе самовольных объектов. Из них порядка 30-40, мы называем, злостных застройщиков. Это не одно двухэтажное строение, где соседи двух на двух пожаловаться. Это там, где действительно строится либо свыше трех этажей, либо начинает строиться без разрешения. Кстати, выдача тех самых разрешений в этом году увеличилась. Срок действия моратория закончился, да и процесс получения документов упростился. Теперь на это уйдет всего 10 дней. Усиленный контроль за законностью строек, а значит повторение ситуации с масштабной незаконной застройкой курорту больше не грозит.